Как провести отпуск дома? Во время отпуска желательно куда-нибудь поехать, сменить обстановку. Но если не получается, не переживайте. Можно прекрасно отдохнуть дома и даже пройти курс санаторного лечения. В удобной одежде и обуви подолгу гуляйте в парке, сквере или в лесу. Любуйтесь цветами, деревьями, облаками, слушайте пение птиц. Советую подолгу смотреть в небо. Глаза при этом получают подпитку энергией. Сон – восстановитель сил. В отпуске можно вздремнуть и днем. Утро хорошо начинать с теплого душа. Затем переходите к самомассажу, прогулке, бегу трусцой. Чтение детективов и просмотр кинокомедий отвлекает от проблем, создает хорошее настроение. Это необходимый компонент в оздоровлении. Придерживайтесь диеты, богатой овощами, фруктами и дикорастущими травами. А вот копчености, сладости, алкоголь ограничиваем при многих болезнях. Известные врачи на Западе сейчас все чаще рекомендуют своим пациентам минеральную воду. Старайтесь в отпуске пройти курс лечения водой из родника. Этой теребной водой ежедневно умывайтесь, пейте ее несколько раз в день. Полезен курс травяных ванн. Солнечные лучи заживляют раны, убивают бактерии. С помощью солнца в организме вырабатывается витамин D, который позволяет лучше усваивать кальций. Солнце – лекарство от депрессии. В солнечный день забота и тревоги не кажутся такими тяжелыми. Однако любители пожариться на пляже рискуют жизнью. Загорайте до 10 и после 17 часов. Не забывайте о зонтике и широкополой шляпе. И еще одно пожелание – в отпуске встречайтесь только с доброжелательными, приятными людьми. Побольше смейтесь, рассказывайте и слушайте анекдоты и веселые истории. Одежда и здоровье. Одежда – дело человека. Так считают модельеры. В этом утверждении есть доля правды. В красивой, удобной и модной одежде человек чувствует себя комфортно и уверенно. Еще Мопассан заметил, что ни разу не видел бедно одетую женщину, которая выглядела бы веселой и счастливой. Есть профессии, в которых одежда играет важную роль. Артист, менеджер не смогут найти работу, если будут плохо одеты. Наши специалисты, которые поехали на работу за рубеж, говорят, что ни врач, ни инженер, ни ученый не сможет на Западе получить хорошую работу и удержаться на ней, если будет плохо одет. В крупных фирмах Америки требуют, чтобы сотрудники покупали одежду только в дорогих магазинах. В течение недели надо несколько раз менять кардероб. Одежду не стирают, а отдают в кунчистку, где ее отглаживают на специальном оборудовании. Тщательно и с любовью изготовленная одежда положительно влияет на человека, подпитывает его энергетически. Одежда покойного отсасывает энергию. Члены одной семьи могут носить одежду друг к другу. Между ними всегда существует энергообмен. Некоторые экстрасенсы считают, что она обладает свойством запоминать болезни и передавать их другому человеку. Одежда влияет на здоровье, она должна быть просторной и удобной. Нельзя носить стесные пояса и бюсткальтеры. Когда-то были модные тугие сапоги, краги, вызывавшие расширение вен. Потом в моду вошли колготки и комбинезоны из лайкра. Изделия из супер-бифлекса и лайкра, плотные, растягивающиеся, нарушают кровообращение и доводят человека до полуобморока. Тугие и резиновые пояса и панталоны можно носить не более двух часов. Опухоли молочных желез. Часто следствие тесного бюсткальтера, болезни мужской половой сферы, иногда следствие тугих поясов и синтетических плавок. При этом нарушается кровообращение и ухудшается работа лимфатической системы. Одежду и особенно белье надо носить только из натуральных тканей. Мои пациентки часто надевают пуховые и шерстяные кофты на голое тело. Следует надевать маечку из хлопка, которую можно часто стирать. Шерстяная одежда у некоторых вызывает зуд кожи. В этом случае надо проверить состояние почек и поджелудочные железы. Искусство одеваться. Сложное искусство, многие женщины постигают его только к 30 годам. Этот возраст называют возрастом элегантности. Не обязательно иметь много вещей, но они должны в ансамбле хорошо сочетаться. Надо стараться покупать только хорошие, дорогие вещи. Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Эта английская пословица не потеряла актуальности. Благородство, загадочность передает женскому облику шляпа. Она может выгодно подчеркнуть внешность женщины любого возраста. Шляпа – обязательный элемент одежды замужной женщины. Во многих странах после замужества женщина надевает этот головной убор. Решающее значение в одежде имеет цвет. Правильно выбранная цветовая гамма создает хорошее настроение. Серый цвет благородный. Он хорошо сочетается с различными дополнениями. Бусами любого цвета, ярким шарфом. Его хорошо выбрать в качестве основного. Бледно-розовый, сиреневый, голубой, нежные, поэтичные. Сиренево-лиловая гамма дает настроение легкой грусти, задумчивости. Темно-синий цвет называют любимым цветом миллионеров. Он же был излюбленным цветом нашей партийной номенклатуры. Чем старше человек, тем внимательнее он должен относиться к одежде. То, что в молодости сходит за небрежность, в пожилом возрасте выглядит неряшливо. За рубежом принято с возрастом носить более молодые ткани. Все оттенки королавого, терракотового цветов, постельные тона. Пепельные, тщательно ухоженные волосы, рубиновая, королавая блуза, светлая юбка, ухоженное лицо и руки. Так, например, выглядела одна 70-летняя художница у себя в квартире в Испании. В Финляндии чем старше человек, тем ярче он одевается. Человек с возрастом не должен разрушать свое эстетическое начало. Ухоженные волосы, маникюр, бижутерия – все это особенно важно в пожилом возрасте. Неброско стильно продуманно. Можно носить одни-две вещи с уважением к себе и своему возрасту. Есть много примеров, как одежда положительно влияет на образ и на профессию. Вера Васильева, Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Ирина Панаравская. Они женщины, которым всегда хочется сделать комплимент. Да, очень важно следить за собой, любить и не забывать о себе и о других. Насколько себя тенешь сама, настолько тебя оттенят окружающие. У нас неверное отношение к возрасту. Как за 50, так человек хоронит себя заживо. Между тем, хорошая шуба, дорогие украшения, все это в зрелом возрасте выглядит по-другому. И чувствуешь себя по-другому. Успех в жизни во многом зависит от того, как себя подашь. Есть люди, которые с возрастом становятся более интересными, как личности. В нашей стране плохо относятся к пожилым людям. А вот в Испании, например, и дети, и старушки, все ухожены. Как будто только что из парикмахерской. В наше время неожиданно потребовалось все. Обаяние, умение привлечь клиентов, вести диалог, знание этикета, иностранного языка, умение одеваться. По тому, как выглядит человек, можно определить его положение, составить представление о его вкусе и понять, какую сферу деятельности он представляет. Профессия определяет стиль одежды. Бизнесмен, например, должен выглядеть представительной. Его одежда должна свидетельствовать об аккуратности, порядочности, ответственности, состоятельности. Хотя банковский стиль очень консервативен. Можно и в его рамках найти свой индивидуальный образ. Гоняться за модой – это, конечно, не самое главное мужское занятие. Однако деловому человеку надо иметь свой стиль во всем, в том числе и в одежде. Чтобы быть элегантно одетым, не требуется большого гардероба. Говорят, что известный английский законодатель МОД имел всего два костюма и много рубашек, галстуков, жилетов, шарфов. А что говорит религия об одежде? Замужней женщине не разрешается носить платье с большим декольте. Она должна одеваться строго и прилично. Ее одежда не должна привлекать внимание, поэтому не надо использовать красный цвет в качестве основного. Религиозные авторитеты считают, что в этом случае молитва не поднимается к Всевышнему. В пиджаках из шестинных тканей наша промышленность применяет бортовку из ледяна, что недопустимо с точки зрения религии. Да не будет одежды мужской на женщине, и да не надевает мужчина женского платья, говорит софторе. Большую часть жизни мы проводим дома, поэтому следует уделять большое внимание домашней одежде. Не надо донашивать вышедшую из моду, полинявшую или деморфированную одежду. Одежда для дома создает настроение. Она больше, чем любая другая, отражает вашу индивидуальность. Она должна легко стираться, быть опрятной и оригинальной. Это может быть свободное платье из джинсовой ткани, с деревянными саба. Удобно пестрая длинная юбка из сетца с рисунком крупноузорная пеструха, или просторное сетцевое платье с рисунком рябов в глазах. В юности одежда помогает понравиться, привлечь кого-то. В более старшем возрасте она часто помогает в работе произвести хорошее впечатление на партнера. Надо внешне подходить на сотрудника, которым ты хотел бы стать. Секретарша в свитере и джинсах навсегда останется секретаршей, она не поднимется по служебной лестнице. Но платье встречают по уму, провожают. Так считали на Руси. Одежда может возбуждать, одежда может вызвать преклонение перед женщиной, одежда может лечить, одежда может уничтожить. Однако главное назначение одежды – защита. Никогда не переохлаждайтесь, одевайтесь так, чтобы не зябнуть. Умейте одеваться по погоде легко и тепло. Особенно опасно пропотеть, считает народная медицина. На ветру пот открывает поры в коже, через которые проникает простуда. Так образно описывается этот процесс. Одевайтесь так, чтобы в транспорте легко можно было снять верхнюю одежду. Следите, чтобы обувь была всегда сухой. Нет плохой погоды, а есть плохая одежда, говорят англичане. И они абсолютно правы. Косметика. От внучек до бабушек. Лицо отражает душевное состояние. В 20 лет мы такие, какими нас делали родители. В 40 лет на лице отражаются свойства характера. Злоба, зависть, неудовлетворенность или доброжелательность, радость, милосердие. Обезображивают или красят его. Для меня лицо, как рентгеновский снимок, на котором порой видны дурные привычки и заболевания. Чтобы стереть их с лица, надо лечить весь организм. По коже лица можно определить состояние организма. Бледность лица, гипотония, нарушение кровообращения, желтоватая кожа, нарушение функции печени, желчного пузыря или почек, красная кожа, гипертония, злоупотребление алкоголем, коричневые пятна на лице, заболевания печени, сморщенная кожа лица, заболевания поджелудочной железы, синеватая окраска губ, щек, лба, сердечная недостаточность. Жирная кожа, нарушение функции печени, запоры, избыток жира в питании. Сухая кожа, гастрит с пониженной кислотностью, заболевания щитовидной железы, результат приема антибиотиков, недостаток витаминов, результат неправильного ухода за кожей. Из практики. Аня 20 лет. У нее были сильные боли в левой груди из-за мастопатии. Причина нарушения работы щитовидной железы и невроз. Аня прошла курс лечения щитовидной железы, делала прокачки эндокринной системы, массаж мизнцев. Через месяц щитовидная железа пришла в норму, нервы окрепли. Улучшился сон. Прошла мастопатия. Кожа на лице была сухая, а стала нормальная. Волосы перестали выпадать. Даже уши могут сказать многое. Мясистые мочки бывают у долгожителей. Отсутствие мочек говорит о врожденном заболевании. Для сохранения красоты и здоровья очень важно, чтобы выражение вашего лица было спокойным, доброжелательным, приветливым. Старайтесь чаще думать о чем-то приятном, и тогда на лице у вас заиграет улыбка. А ведь ничто так не украшает и не облегчает жизнь, как улыбка. Не стану утверждать, что стоит сделать хорошее и спокойное лицо, и все трудности окажутся позади. Но нельзя не учитывать, что между выражением лица и психическим состоянием существует тесная связь. Не только эмоции влияют на мимику, но и мимика воздействует на настроение. Причем даже искусственно вызванное. Мимические мышцы тесно связаны с мозгом. По положительной эмоции посылают положительный сигнал мозгу, а он в свою очередь сдает положительные сигналы органам, которыми управляет. Можно улучшить настроение, изобразив на лице веселье, радость. Этот прием широко используют американцы, они всегда улыбаются. Глядя на усталые, угрюмые, недоброжелательные лица в метро, автобусе, мы не осознаем, что видим себя. И в этой атмосфере еще более напрягаемся, каменеем лицом. Но попробуйте расслабить лицо, разгладить его, вы почувствуете, что даже физически становится легче, напряжение спадает. Сам вид улыбающего лица, уже положительная эмоция. Почаще улыбайтесь. Вопрос. Были ли в вашей практике парадоксальные случаи? Ответ. Да, однажды мне не удалось омолодить пациентку, хотя морщины разгладились, все равно она выглядела старше своих лет. Секрет был в высокой должности. Имидж деловой женщины, строгое выражение лица. Муж говорил, что даже во сне у нее было напряженное лицо. Признаки старения появляются уже к 35 годам. Кожа лица становится дряблой, сухой, теряет эластичность. Истончается жировая клетчатка, заустряя черты и увеличивая нос. Щеки обвисают, лицо как бы стекает вниз. Образуется второй подбородок. Овал лица становится размытым. Возле углов глаз прорезаются морщины. Гусиные лапки покрываются морщинами лоб, образуются глубокие носогубные складки, линя скорби. Массаж лица. Главная процедура в современной косметологии, рекомендуемая при начинающемся старении лица и шеи. По многочисленным отзывам, русский косметический массаж лица – один из лучших в мире. Приемы косметического массажа подробно описаны в книге «Здоровье без лекарств». Чаще всего к услугам косметолога обращаются женщины от 30 до 50 лет. Им предлагаю косметическое молочко для вечерней очистки кожи лица. Разболтайте один желток в половину стакана стерилизованного подсолнечного масла. Нанесите на грязную кожу на 5 минут. Потом смойте прохладной водой. Маска из цветочной пыльцы эффективна для увядающей кожи. Разведите в сметане пыльцу один на один и нанесите на 15 минут. Курс 15-20 масок. Из практики. Однажды к нам в офис пришла старушка. Ее руки были в морщинах, опиралась на палку. А лицо было молодое и свежее, как у ребенка. Старушка открыла секрет. Всю жизнь протеряла с утра лицо тампоном, пропитанным кипяченым подсолнечным маслом. Задумывались ли вы когда-нибудь, сколько средств и энергии в мире тратится на косметику, на то, чтобы женщина чувствовала себя уверенно и была красивой? В вышеназванной книге, то есть в этой книге, переведены рецепты старинных косметических кремов, натуральных лосьонов и масок для лица. У подростков лицо часто покрывается прыщами. Что вы можете им посоветовать? Часто спрашивают меня. Прежде всего надо установить причины. Причины могут быть заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, запоры. Но возможно ваш ребенок взрослеет и происходит эндокринная перестройка его организма. В этом случае через несколько лет прыщей станет намного меньше и без каких-либо дополнительных усилий. Многие родители так и рассуждают. Не обращай внимания, все пройдет. Но в этом возрасте так хочется быть красивой. Из-за прыщей могут развиться комплексы, которые станут мешать в жизни. Некоторые подростки лечатся сами. Мне рассказывали про мальчика, который срезал прыщи битвой. Я считаю, что подростковые прыщи надо лечить, и тогда кожа всю жизнь будет гладкой и чистой. Всегда полезны овощные, фруктовые, молочно-кислые продукты. Исключите жирные, острые, маринованные и копченые блюда. Ограничьте мучные и сладкие кондитерские изделия, шоколад, какао. Для подростков необходим бассейн, зарядка, танцы, спорт. Утром и вечером умывайте теплой водой с туалетным мылом. Желательно специальным. Можно самим изготовить комфортное мыло для жирной кожи или использовать крем для бритья. Два-три раза в месяц можно делать паровую ванну. Налейте в тазик горячую воду, насыпьте по одному стакану ложки мяты и ромашки, вскипятите. Подержите лицо над тазиком 10 минут, накрывшись полотенцем. Вытрите лицо. Протрите 3% перекисью водорода и иколкой, которые предварительно прокипятили. Проколите прыщ. Часто чисто вымытыми руками, объянутыми стерильным бинтом, осторожно выдавите прыщ. Выдавливать можно только созревшие прыщи. После этого на место, где был прыщ, нанесите дезинфицирующую маску. Возможно, такая маска смешайте со спиртовой настойкой по подорожнику. Эта маска обладает рано заживляющим и бактерицидным свойством. Через 20 минут снимите ее. Кровоточащие места присыпьте жженными квасами или смазывайте раствором перекисью водорода. Делайте массаж лица по тальку, при этом разминаете уплотнение кожи лица. Для жирной кожи можно делать маску из тертого картофеля. Натрите картофель на мелкой терке. Добавьте белок 2-3 ложки толокна или ржаной муки. Маску наносите 1-2 раза в неделю на жирные участки кожи. Полезная маска из свежих огурцов. Измельчите их и нанесите на лицо. Лосьон для протирания жирной кожи лица. Смешайте 2 стакана ложки сока огурца, сока лимона, водки, 1-3 стакана отвара ромашки. Рекомендую пить отвар трав, календулу, зверобой, корень одуванчика, крапиву, чистотель. Телитель Ольга Морозова советует потреблять побольше имбиря, который способствует очищению крови, а также пить сок моркови, отвар петрушки, пивные дрожжи, разведенные теплым молоком. Из практики. Оксана, 19 лет. Ее лицо все было в прыщах. Девушка безрезультатно лечилась в косметическом кабинете. Я определила причину заболевания печени. Назначила горячие грилки на печень. По 40 минут после приема стакана теплой минеральной воды с одной ложкой меда. После первых процедур девушка сообщила, что печень бурчит, жалуется. Я ее успокоила. Идет процесс очистки. Через два месяца лицо стало чистым. Светлана, 61 год. После приема курса настойки для поджелудочной желези исчезли причины на лице. А что косметолог может посоветовать пожилым? Они часто жалуются на образование мозолей, бородавок, пигментных пятен, рогобелости кожи. Все эти явления – сигнал нарушения обмена веществ. Надо лечить основное заболевание – почки, печень. Избавиться от запоров. Перейти на бессолевую диету. Способ лечения бородавок, поражающих ладони и подошвы. Разотрите 1-2 дольки чеснока. Добавьте ложку уксусной эссенции. Смешайте с мукой. В ленте лейкопластыря вырежьте дырочку размером более бородавки на 1-2 мм. Наложите на бородавку. Сверху положите лепешку, завяжите бинтом. Через 2-3 дня снимите и вместе с повязкой извлечится бородавка. Если не поможет с первого раза, повторите. На месте бородавки останется болезненная дырочка. На нее наложите бинтик с листом алоэ до заживления. Хороший результат при лечении бородавок дает тампонусная настойка чистотеля. Если бородавок много, замесите лепешку из муки и уксусной эссенции. Попарьте ногу, поскрепите бородавки и наложите лепешку на ночь. Утром снимите ее вместе с бородавками. Из практики. Майя 67 лет. У нее на веке была папиллома, бородавка на длинной ножке. Рядом росла вторая. Майя стала принимать препараты, содержащие чеснок, алисат. И через полгода папиллом рассосались. Исчезли им мозоли на руках. Нина 49 лет. У нее пятки были как наждак. Рвали чулки и колготки. Стала на ночь смазывать пятки кастровым маслом. Сейчас пятки как шелк. Альбина 49 лет. Из-за тесного лыжного ботинка на большом пальце появилась мозоль. Она превратилась во внутреннюю болячку. Постоянно мешала. Стала мазать кастровым маслом. За один день палец посинял до черноты. Болячка рассосалась. Помогает средство. Перетрите в кашицу перья зеленого лука и накладывайте на мозоли и трещины пяток. Растолчите головку чеснока и смешивайте с растопленным жиром. Получится противомозольная мазь. Тертая сырая картофелина, смешанная с помидором, размягчает кожу и снимает воспаление. Ежедневные ванночки в горячей сыворотке от кислого молока в течение 20-25 минут рассазывают на топтыши и разгоняют шпоры. Лечение продолжительное, но дает отличные результаты. Переложите вечером на мозоль разрезанный лист алоэ. За ночь мозоль станет мягкой. У пожилых людей нарастают жесткие ногти. На ночь приложите к ногтю тряпочки, смазанную кастровым маслом и глитерином один на один. Сверху наденьте палец от кожаной перчатки. Держите компресс несколько дней. При этом следует пить от фар и смеси трав зверобоя и календулу один на один. Один стакан ложку смеси залейте пол-литра кипятка, настаивайте 30 минут, протедите. Эта порция на 2 дня. Курс лечения 3 недели. Перебинтуйте к ногтю, предварительно обмотав полиэтиленом мякоть тыквы. Тяжите сутки, повторите повязку. Через 2-3 суток ноготь станет мягким. Из практики. Лариса 26 лет. У этой молодой и красивой женщины расшатана нервная система. Были также нарушения в работе сердца, щитовидной железы, почек. Она была раздражительная, часто плакала. Ее волновала миома размером 13 мм. Раздражала большая бородавка на бедре. Лечение состояло в подпитке щитовидной железы от варм-перегородок грецких орехов. Она делала энергетическую прокачку. Результаты. Через 2 недели прошла нервозность, раздражительность, потливость. Лариса стала крепко спать. Раньше утром никак не могла подняться, а сейчас чувствует себя бодро, даже если проснется в 3 утра. Через 1,5 месяца после приема иммуностимулирующей настойки, очистки почек и укрепления сердца, самочувствие ее еще больше улучшилось. Она стала просыпаться с легкой головой. Крупная бородавка на бедре стала чесаться, увеличилась в размере, а потом отвалилась. Руки. Визитная карточка. Утолщение суставов, появление лишних суставов, располагающихся рядом с обычными, связано чаще всего с плохим усвоением кальция. Поперечные борозды или волны на ногтях свидетельствуют о недостатке кальция в организме. За этим часто кроются нарушения в деятельности печени или селезенки. Продольные борозды на ногтях – признак того, что нервная система расшатана. Слабо развитые, изогнутые в ту или иную сторону мизинец левой руки предупреждают о предрасположенности к заболеваниям сердца. Разбухшие вены на руках – несомненный признак заболевания сердца. Потливы из ладони – свидетельство стресса, сопровождающиеся беспокойством или признак болезни почек. Ломкие ногти. Следствие недостатка кальция в дальнейшем может привести к раздражению костного вещества, остеопорозу. Может быть результатом нарушения работы печени. Ольга Морозова предлагает косметическую процедуру, которая поможет привести руки в порядок. Надо подержать руки в очень горячей воде 5-10 минут, а затем смазать сметаной. Делайте это на ночь в течение нескольких дней. Исчезает экзема и короста на руках. Из практики. Софья 46 лет. Работает стоматологом и от химических препаратов у нее была аллергия на руках. Начала смазывать руки питательным кремом по рецепту 17 века. Крем подействовал да так эффективно, что уже полгода в нем нет необходимости. Майя 67 лет. Изобрела средства для смазывания рук, подсолнечное масло, хотя делает много работы на кухне и даже ремонт в квартире. Ее руки всегда мягкие и ухоженные. Волосы барометра здоровья. Состояние волос зависит от общего состояния организма. Знакомый парикмахер говорил, что по состоянию волос можно определить, счастлива женщина в семейной жизни или нет. Любые отклонения в структуре волос от нормы сигнализируют о неблагополучии в организме, выпадении волос, заболевании щитовидной железы, почек, позвоночника. Может показаться странным, почему заболевание позвоночника связано с выпадением волос. Однако плохое функционирование позвоночника затрудняет кровоснабжение мозга. Энергетические потоки также не проходят. Ослабевает питание корней волос. Сухие ломки волоса, нехватка калия, обязательно проверьте кровь. Возможно это последствия химической окраски волос, применение неподходящего шампуня, а может быть сигнал болезни почек. Сальные волосы, нарушение работы печени, запоры, следует исключить из рациона животные жиры и алкоголь. Истончение волос, заболевание надпочечников, образование перхоти, кастрит с пониженной кислотностью, возможно не в порядке толстый кишечник. Вопрос. Правда ли, что регулярная половая жизнь улучшает состояние волос? Ответ. Действительно, за счет активизации кровообращения стимулируется питание волосяных луковиц, это делает волосы более здоровыми и блестящими. Из практики. Карина, 36 лет. После вторых родов у нее начали выпадать волосы. Бабушка из Еревана посоветовала старинное средство, настойку корней крапивы на самогоне. На стакан самогона 1 стакан, 1 стакан ложку корней крапивы. Карина принимала по 1 стакану ложки 3 раза в день и волосы перестали выпадать. Сейчас у нее четверо детей, волосы густые и блестящие, как в молодости. Сними половину косметики. Как-то я зашла к двум знакомым молоденьким девушкам, студенткам. Вот какую косметику увидела у них на туалетном столике. Духи, туалетную воду, питательные кремы, крем-пудру, крем-краску для волос, тени для век, румяна, тушь, дезодоранты. Перед выходом на улицу она гремировалась, покрывали лицо кремом-пудрой, наносили тени для век, румяна. Они пользовались дезодорантами и закрепляли волосы лаком для волос. И это летом, в самую жару, работая долгое время косметологом, знаю, какой вред они наносят не только своей красоте, но и здоровью. Я видела женщин с лысыми веками, без ресниц, после длительного употребления французской туши для ресниц. У одной моей пациентки применение крема Понц вызывало приступы бронхиальной астмы. После того, как она отказалась от крема Понц и применяла только изготовленный мной натуральный крем, ни одного приступа астмы больше не случилось. У молодой женщины, которая три года пользовалась кремом Понц, на руках, ногах, а также на лице выросли волосы. После длительного применения крема Понц, кожа лица становится истонченной, пререзвременно старится. Иногда вследствие применения кремов отекают веки. У моей знакомой от крема отекли веки, она спрятала крем в холодильник и через неделю намазала им пятки. Через два часа веки опухли. В состав кремов входят гормоны, крем впитывается, поступает в кровь и действует на эндокринную систему. Нарушается гормональный баланс в организме, который старит в первую очередь лицо. Знакомая ездила к друзьям в Париж. Если хочешь иметь успех, сними половину косметики, сказали ей в первый же вечер. Из практики. Она 26 лет. Диагноз диффузно-токсический зоб. Она чувствовала спазмы в области горла. Справа на шее выступали лимфоузлы. Плаксивая раздражительная. Как только муж, капитан дальнего плавания, приезжал домой, у нее сразу начинало болеть сердце. Семейная жизнь находилась под угрозой. Но больше всего молодую женщину беспокоило выпадение волос. Утром подушка была усыпана волосами. Она перепробовала много косметических средств лечения волос, все без результата. Причина ее болезней – пребывание в зоне Чернобыля, проживание в Архангельске, где неблагополучная радиационная обстановка. Лечение. Энергетическая прокачка эндокринной системы, прием отвара для лечения щитовидной железы. Я рекомендовала ей также специальную диету. Через 15 дней прекратилось выпадение волос. Солнечные ванны. Загар лежа изобрел врач Огуст Ролле для людей, больных костным туберкулезом. Здоровым людям не советую загорать лежа. Лучше всего загорать в движении, во время прогулок, спортивных игр, работу в саду. Принимать солнечные ванны несколько часов подряд вредно. В начале продолжительность пребывания на солнце не должна превышать 50 минут. Увеличивайте пребывание на солнце на 1-2 минуты ежедневно. Более 20 минут загорать нельзя. Если вы перегрелись на солнце, наберите в прикоршню холодной воды и плесните в лицо. Известны случаи, когда после загара на лице появлялись пингметные пятна и морщины. Солнечная радиация разрушает иммунную систему. Пациентка рассказала, что в детстве родители вывозили ее на лето к морю, долго сидела на пляже. Возможно, солнечная радиация привела к ослаблению иммунитета, что и послужило причиной образования опухоли в зрелом возрасте. Многие девушки комплексуют из-за своей внешности. Я никогда не повернусь боком к молодому человеку, чтобы не заметил, что у меня курносый нос, говорила моя подружка. А другая красавица переживала из-за прыщей на лбу. Ей казалось, что все смотрят только на ее лоб. А сколько девушек, да и юношей, идут на болезненную операцию по укорочению носа. Между тем, по мнению художника, длинный нос с горбинкой – признак порода. Стефан Цвейк писал, что нос с горбинкой придает необыкновенное изящество женскому профилю. У моей знакомой боковой зуб рос криво. Целую тебя в зуб, писал ей жених. Если вас любят, то любят с длинным носом, веснушками, полными ногами. Любят вашу душу. А душу твою я люблю более всего, писал Пушкин своей жене. Любимое существо для нас всегда прекрасно. Я сама худенькая, а ноги полные, как будто от другого человека. Жаловалась знакомой. Я посоветовала ей пойти на выставку какого-нибудь скульптора, чтобы убедиться, что это любимый степаж скульпторов. Они считают таких женщин самыми привлекательными и сексуальными. Помимо того, что ваша закомплексованность и невыренность передаются другим, постоянное недовольство собой уменьшает биополе. Недовольство своим внешним видом часто отражает психологические проблемы. Не спешите делать косметическую операцию. Перекрасить волосы. Зачернить брови. Сохраните и подчеркните свою индивидуальность. Одному досталась красивая фигура, другому точенный нос. А у кого-то лицо и фигура далеки от совершенства. Но это не повод для отчаяния. Постарайтесь хорошо распорядиться тем, что имеете. Главное в человеке то, что определяет его имидж, шарм, его контактность, умение выслушать собеседника, деликатность, искренность, доброжелательность, такт. И это зависит от вас самих. Выражение вашего лица гораздо важнее вашего модного платья. Веселые люди нравятся вам. Советую сохранять на лице легкую улыбку. Улыбка – это сигнал, что от вас не исходит агрессия. И запомните, как вы будете относиться к людям, так и окружающие станут относиться к вам. Постарайтесь в каждом человеке найти что-то хорошее, за что его можно искренне уважать. Барбара Стрейзанд категорически отказалась от операции по исправлению формы длинного носа, на которой настаивал режиссер. Открыться своим талантом и трудом добилась успеха. И сейчас для любой артистки нет лучшей похвалы, чем похожа на Барбару Стрейзанд. Софи Лорен в молодости дразнили жирафом. Однако она верила в свой талант и не стала делать косметическую операцию. Сохранила свою индивидуальность. Длинный нос не помешал ей стать всемирно известной артисткой и красавицей. Вот уж чего не скажешь о толпах фотомоделей. Фотограф, который снимал девушек на конкурсе красоты, признался, что через два дня не может вспомнить ни одного лица. У красавицы нет индивидуальности. Знаете, кто считается самыми лучшими женами и привлекательными женщинами? Маленькие коротконогие японки. Они аккуратные, чистоплотные, вежливые и послушные. Никогда не ссорятся с мужем. Ворчание жены предвещает беду в доме, так считают японцы. У каждого народа свое понятие красоты. Китаянка призналась, что лица европейцев кажутся ей вытянутыми, напоминают собачьи морды. То ли дело китайской личики круглые и плоские. Вопрос. Родители, соседи, все говорят, что я красивая. Однако у меня нет друзей. Меня никто не любит. Что мне делать? Ответ. Дело не во внешности. Постарайтесь стать интересной и нужной людям. Постарайтесь быть полезной им. Моя мама очень тенила услужливость в людях. Она сама всегда старалась помочь окружающим. Старенькая, еле передвигающаяся с костылем. Она имела много друзей. Телефон звонил постоянно. Если говорили о неприятностях, сочувствовала, успокаивала. Если жаловались на несправедливость, возмущалась. Когда делились радостью, успехом, мама искренне радовалась, поздравляла. Женщинам желала найти хорошего жениха. Мужчинам встретить хорошую девушку. Заканчивая разговор, всегда желала добро, благополучия, здоровья. И говорила, вот увидите, у вас все будет хорошо. Думаю, после разговора с ней у людей становилось легче на душе. Мама умерла в субботу, как праведница. Она не дожила месяца до 88 лет. Чем ближе дата рождения и смерти, тем лучше человек выполнил свое предназначение. Ее знакомые звонили мне, утешали, старались поддержать. Говорили, что мама была очень светлым человеком. Ее старенькая приятельница приехала издалека и попросила фотографию на память. А ведь мама ни красотой, ни умом не отличалась. В ней было много любви, доброты, сострадания. И именно это привлекало к ней людей. Эти черты привлекают в любом возрасте. Начните работать над собой, и скоро у вас будет много друзей и поклонников. Омоложение организма. Исключительно от нас зависит, будем ли наслаждаться здоровой, активной жизнью до последнего вздоха, или впадем в неряшливое, вялое существование и станем обузой для своих близких. На Востоке считают, что человек настолько молод, насколько гибок его позвоночник. Потребляйте больше кальция, без него увядают железы, вырабатывающие гормоны. Для лучшей работы мозга потребляйте больше фосфора. В организме человека все системы должны функционировать на полную мощность, в том числе и сексуальные. Половая система запускает весь организм, гормоны, которые выделяются, заменяют при горшине таблеток. Если избыток гормонов из надпочечников не ввозится, человек становится злым и напряженным. Сексуальная сфера на Востоке издавна считалась самой главной. Поддержание нормальной сексуальной функции человека до глубокой старости придавалось большое значение. Доктор Залманов считал капилляры главными защитниками организма в борьбе со старостью. Основная причина старения, по мнению Залманова, клеточный склероз. Старость характеризуется возрастающей утомляемостью и замедлением размножения клеток, что поведет к клеточному отряхлению. Причина так называемого старческого клеточного склероза, как и любых клеточных перерождений, недостаточность капиллярного орошения в организме. В результате нарушается кальциевый обмен. Кальций выделяется из костей, которые становятся хрупкими. Кальций откладывается в связках, сухожилиях и различных органах. Кожа высыхает и теряет эластичность. У пожилых медленно зарубцовываются. После операционной швы плохо срастаются переломы костей. Можно ли воздействовать на такое клеточное одряхление? Можно ли его остановить и помочь старикам вести нормальную жизнь? Залманов утверждал и доказал, можно. Он писал, что даже частичное улучшение капиллярного кровообращения восстанавливает кровообращение во всех тканях в телом. Наполовину отмершие клетки возобновляют нормальный обмен веществ. Они освобождаются от еды видов продуктов обмена. Свободные от шлаков клетки вновь становятся способными принимать питательные вещества. Действие клеточных ферментов возобновляется. Жизнь клеток возрождается. Начинается омоложение организма. Улучшается кожа, работа сердца. А вследствие улучшения кровоснабжения мозг снова становится более восприимчивым. Старческое оцепенение безразличие заменяется пробудившимся интересом к жизни. Кстати, именно такой эффект наблюдается после курса точечного общеукрепляющего массажа. Залманов считал, что для омоложения нужна очистка организма от шлаков. Это удается осуществить растительным молочным питанием, клизмами из соды, маленькими дозами мочегонных и, конечно, горячими водными процедурами. Старость по Залманову может быть определена как высыхание организма вследствие постепенного закрытия капилляров, появление высохших клеточных островков и замедление жизненных процессов. С наступлением старости скорость потока крови может уменьшиться на треть. Всякая хроническая болезнь – это тоже преждевременное старение. Настоящее излечение всегда сопровождается омоложением. Сам доктор Залманов 86 лет принимал 180-200 пациентов в неделю. В пожилом возрасте необходимы разгрузочные дни. По пятницам я только на воде, сказал Олег Лундстрем. Более 50 лет руководящий джазом. Он и после 80 лет сохранил высокую работоспособность и ясное мышление. Прекрасный общеукрепляющий эффект усиления обмена веществ и похудания дает бег трусцов. Начинать надо с быстрой ходьбы. Затем чередуйте. Минута бег, минута ходьба. Омолаживайте женский организм самомассажем матки. Сидя или лежа расслабьтесь. Представьте, что к мочевому пузырю идет тепло, почувствуйте его онемение. Пошлите тепло к копчику. С помощью мышц промежности брюшного пресса попытайтесь запустить матку. Делайте по 5600 сокращений матки в день, то чувство легкой ее усталости. Курс 2 недели. Этот массаж, описанный в книге Норбекова и Фатиной «Дорога в молодость и здоровье», дает оздоровительный эффект. Исчезают запоры, вместо них может быть расстройство желудка, повышается сексуальность, излечиваются гинекологические заболевания. Упражнение противопоказано при беременности и онкологических заболеваниях. Из практики. Евгении 50 лет. У нее была миома и мастопатия, боли в груди, уплотнения. Начала проводить самомассаж матки. Вызвала по 500-600 сокращений в день, после чего матка самостоятельно сокращалась. Чувствовала жжение внизу живота. Курс 2 недели. У нее возобновилась менструация, которой не было 2 месяца. Прошли боли в груди, рассосались уплотнения в ней. Омоложение по-тибетски. Тибетская медицина считает почки главным органом, ответственным за старение. Процесс омоложения начинается с очистки почек. Одновременно с почками следует лечить и мочевой пузырь, то есть активизировать всю мочеполовую систему. Громадное значение имеет состояние позвоночника. Почки и позвоночник чаще всего выходят из строя. После того, как через мочеполовую систему организм будет очищен от шлаков, позвоночник вылечен, тогда подключаются надпочечники, которые в свою очередь влияют на половые органы и на поджелудочную железу. То есть включается в работу гормональная система и практически запускается весь организм. Из практики. У нас в Жуковском многие делают настойку для омоложения и очистки крови, которую вы привозите в книге. Все довольны. После курса приема омоложающей настойки у меня рассосались лимфозлы под мышками. Ваша омоложающая настойка поднимает у меня аппетит, чувствуя себя бодрее. Омоложающая настойка помогла поднять гемоглобин, который всегда был низким. Евгения, 50 лет. Сделала состав из лимонного сока с чесноком. Приняла ложку на ночь. Сразу же стало легче дышать. Горло очистилось. Всю ночь крепко спала. Вопрос. Моей маме 84 года. Она себя неважно чувствует. Стараюсь, чтобы мама побольше лежала. Не даю ей ничего делать. Стараюсь лучше покормить. Чем я еще могу ее порадовать? Ответ. Самое главное для пожилых – движение. Старайтесь, чтобы мама что-нибудь делала по дому. Мыла посуду, вытирала пыль, подметала пол. Опыт показывает, что как только стареньки ложатся, они залеживаются. И уже не могут подняться. Излишняя еда губит стариков. Давайте маме молочнокислые продукты, овощи, фрукты. Животные жиры замените на растительное масло. Полезны салаты, вегетарианские супы, соки. Полезна рыба. Ограничьте продукты с высоким содержанием холестерина, печень, почки, мозги, желтки, яиц. Очень важно каждый день бывать на воздухе и делать зарядку. Побольше разговаривайте с мамой. Хвалите ее. Пожилые очень ранимы. Нуждаются в ласке и любви. Примеры долголетия людей творческих профессий настолько многочисленны, что многие задумывались, существует ли закономерность между творчеством и феноменом долгожительства. Минские ученые провели анализ биографических данных около 30 тысяч ученых, изобретателей, артистов, музыкантов, режиссеров, композиторов, художников, писателей. Проанализировали продолжительность жизни таких людей от античности до современности. Результат. Длительность жизни людей, занимающихся творчеством, была значительно больше, чем средняя. Во все эпохи, в античную на 38,6 годах, в средние века на 40, в 16 веке на 36,5, в 17 веке на 34,7, в 18 веке на 36, в 19 веке на 24,6 года. Приведенные данные позволяют утверждать, что творческий труд – фактор, связанный с долгожительством. Я уверен, что длительность жизни нам определена свыше, и от нас самих многое зависит. Человек может улучшить или ухудшить свою судьбу. Если выполнить свою задачу на земле, выложится, тогда и жизнь его продлится. Замечено, что долго живут и не болеют те, кто никогда не отзывается плохо об окружающих. Своими руками сотворили свое долголетие и здоровье. Кант Толстой, Пастер, Гарвей, Дарвин, Суворов, Брек. Кант создал гигиеническую систему, преодолел врожденную болезненность и даже приступы к депрессии. Одним из величайших чувственных наслаждений для себя он считал работу. И главный принцип его системы – не счастливить своей силы, не ослаблять их праздностью и излишним комфортом. Не упражнение органа столь же опасно, как и его перегрузка, считал он. Кант просыпался в 5 утра, ложился в 10 вечера и только на 80-м году впервые лег в постель днем. В течение 30 лет ни разу не болел. Остарческая дряхлость пришла к нему на пороге 9-го десятка. Поль Брек родился слабым ребенком с больным сердцем. В 12 лет заболел туберкулезом. Родители отвезли его лечиться в санаторий. Лечение состояло в особым питании и упражнениях на свежем воздухе. В 16 лет Поль был здоров. Он посвятил свою жизнь медицине. Разработал систему лечебного голодания. В процессе голодания ему удалось вывести из организма еды лекарства, которые он принимал в детстве. Поль Брек – автор книги «Как сохранить сердце здоровым», «Как похудеть естественным путем» и других. Поль Брек погиб в 95 лет во время шторма в океане, занимаясь спортом отважных и молодых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова